Ну что ж, этот образ понравился многим, давайте я его прокомментирую. Здесь, безусловно, самое важное платье, и только это и является составляющей данного аутфита, это платье очень большого размера. Вскоре я покажу вам еще одно платье, оно будет сидеть примерно так же, и платье, которое я вам покажу, оно 46 размера, а платье, которое на мне, это XL, именно поэтому оно так обвисает, именно поэтому оно такое длинное. И могу сказать, что если выбирать платье-свитер, я бы однозначно брала абсолютно смело, не задумываясь, на три размера больше, потому что иначе будет проступать живот, иначе очень некрасиво проступает даже грудь, неважно, какая она маленькая, либо размера побольше. Действительно, вот это какое-то непонятное трикотажное облегание, оно, на мой взгляд, не украшает ни одну фигуру. И, кстати, небольшое наблюдение, когда подобное платье на три размера, а то и на четыре больше, оно действительно выглядит как платье, оно больше не выглядит как длинный свитер, и это очень важно понимать. На мой взгляд, эта вещь выглядит современно и актуально за счет длины в том числе, я уже много раз обращала ваше внимание на то, что если в этом сезоне нам удастся поносить вещи длинной длины, соответственно, выглядеть мы будем априори стильно и модно, потому что это что-то новое, к чему наш взгляд еще не привык, поэтому длинная длина, макси длина ассоциируется сразу с чем-то трендовым и модным. В целом, в этом образе также интересно то, что под платье надета рубашка, она надета в качестве первого слоя, чтобы, что называется, утеплиться на улице во время съемки 11 градусов, то есть совсем-совсем не жарко, рукава рубашки не видно, но при желании их можно показать, приподняв рука в платье, либо подвернув рука в платье, но в горловине выглядывает воротник, который я не стала опускать, я расположила стойкой, и я много раз рассказывала, что это также очень красивый способ расположить воротник рубашки, если она является первым слоем, а сверху мы же надеваем что-то, например, свитер с достаточно узкой горловиной, и очень часто горловина узкая, не позволяет расположить красиво ворот рубашки, его можно вообще не опускать. Удивительно, но факт, можно не опускать ворот рубашки и красиво будет смотреться, даже если вы используете вещь с высоким горлом, привычной водолазкой, либо платье, которое имело бы высокое горло, я говорю, конечно же, о трикотажных вещах, под них тоже можно очень удачно надевать рубашку, либо блузу рубашечного кроя, либо джинсовую рубашку в качестве первого слоя. Ну что ж, мои прекрасные зрители, желаю всем быть модными и стильными, очень скоро увидимся, это была Яна Скворцова, всем пока-пока!